По подсчетам социологов, каждые 25 лет Россия попадает в так называемую демографическую яму. Сейчас как раз тот период, когда материнство и семья должны быть под крылом государства. В связи с таким положением дел на федеральном уровне было решено усилить меры социальной поддержки. Теперь родители первого ребенка в возрасте от полутора до трех лет смогут получать дополнительные ежемесячные пособия. На заседании проекта был одобрен проект распоряжения распределения в 2018 году субвенций региона на ежемесячные выплаты на первого ребенка. Уже в январе мы получаем с вами 142 миллиона 64 и 90 тысяч рублей. А для семей, где с 2018 года родится второй или третий ребенок, станет доступно софинансирование ипотеки под 6% годовых. Данные меры поддержки, используя региональный капитал семья, в регионе смогут воспользоваться около 5000 семей. По словам первого заместителя правительства Екатерины Убы, в регионе принимаются дополнительные меры поддержки молодых семей. Мы в прошлом году с вами обсуждали и приняли уже все необходимые документы в перечень направлений распоряжения средств. У нас теперь идут и оплата услуг по подключению жилых помещений или объектов жилищного строительства к электрическим, тепловым, газовым сетям или к системам газового доснабжения. Перед советом губернатор совершил обход санатория «Итиль» на верхней террасе. Курорт решено модернизовать в этом году, обновить инфраструктуру и внешний вид помещений. Вторая задача – разработать в ближайшее время предложение, которое мы обсудим на правительстве, по этапному приведению в идеальное состояние материальной медицинской базы, ну и, конечно, номерного фонда. Это даст возможность увеличить объем количества людей, желающих поправить свое здоровье в два раза. Виктория Шикова, Даниил Сурков. Новости Ульянской правды.